Привет, это доктор Брайан Уайс, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы в своих видео. Сегодня я хочу немного поговорить о своих семинарах, потому что меня часто о них спрашивают. Вот, например, вопрос Джона Янга. Дорогой доктор Уайс, если я схожу на ваш семинар, есть ли у меня шанс пережить свою прошлую жизнь? Мой ответ – да. Все мои семинары в высшей мере практические, потому что одна из моих главных целей, кроме обучения, это позволить людям получить свой собственный опыт. На моих семинарах люди часто переживают свои прошлые жизни. Я стараюсь устранить тревогу и страхи и попытаться увеличить понимание, потому что через понимание причин вы можете убрать симптомы как следствие, и в результате почувствовать себя счастливее. Устраняя страх, мы действительно можем достичь раскрытия своего потенциала. Именно поэтому все мои семинары очень практичные. Однодневный семинар позволит каждому пережить два опыта погружения в прошлой жизни, и кроме того, вам будут даны еще другие упражнения. Следующие мои семинары пройдут в городах Австралии, США, Канады, поэтому еще раз повторю, что на моих семинарах пришедшие получат практику и собственный опыт. И вам не нужно быть психотерапевтом для участия, так что мой ответ – да. Конечно, одна из целей семинаров – это дать вам прожить свой собственный опыт. Поэтому приходите на мои семинары, если у вас есть желание и возможность. Теперь перейдем к другим, схожим между собой вопросам, которые мне задавали разные люди. Я вновь напоминаю вам, что предлагаю только свои личные ответы. Они не обязательно относятся к тому, что я когда-либо читал, или отражают мнение других людей. Мои ответы – это результат моего собственного опыта с клиентами, полученные во время сеансов. И, конечно, существуют и многие другие вероятные ответы, кроме моих. Сейчас давайте поговорим о родственных душах. Всегда ли опыт встречи родственной души связан с романтикой? Часто спрашивают, встречу ли я свою родственную душу, а когда, как это получится? Во-первых, это связано с предназначением. Вы встретите вашу родственную душу, возможно, это будут романтические отношения. Но, кроме того, существует аспект свободы воли. Ваши реакции на события, как пример, на встречу с родственной душой. Вот это и есть свобода воли. Предназначение – это сама встреча, а свобода воли – это выбор, останетесь ли вы вместе или нет. То есть все ваши выборы и поступки после этой встречи. Отношения родственных душ не обязательно должны быть романтическими. Это мог быть отношения родителей и ребенка, даже бабушки и внука. Либо это лучшие друзья, вариантов множество. На самом деле у нас целые семьи родственных душ, а не только одна пара. Мы всегда соединены со всеми своими родственными душами. Иногда мы встречаемся на очень короткие периоды времени, может даже на минуты, либо дни, или недели. Но этот небольшой отрезок времени общения может невероятно изменить жизнь людей. Либо вы можете провести с вашей родственной душой более 50 лет вместе. Здесь важна не длительность, важны те уроки, которые вы проходите вместе, и те направления, те напоминания, которые вы получаете, когда встречаетесь со своей родственной душой. Так что мой ответ – у вас есть много родственных душ, и отношения с ними не всегда романтические. Теперь обратимся к вопросу относительно проблемы самоубийства. И снова я отвечу из своего опыта, а не согласно догматам каких-то религиозных традиций, где существует много интерпретаций. Я считаю, что не существует такого места, как вечный ад. Иногда после оставления тела душа перемещается в место, которое будет восприниматься как ад, но пребывание там не вечно, потому что как только вы поняли, что происходит, и усвоили ваши уроки, все превращается для вас в свет, в любовь, в сострадание, прощение и понимание. Так что если кто-то совершает самоубийство, они также отправляются на другую сторону бытия. И при этом переходе может быть, так сказать, сильная тряска. Иногда они могут пытаться вернуться в свои тела. Мне об этом сообщали клиенты неоднократно, но уже поздно повернуть назад. Затем уроком на другой стороне будет указание, что если ваше физическое тело полноценное и практически здорово, и что вы сами решили прийти в школу жизни на земле, учить уроки, то не должны оставлять здоровое тело так рано, потому что вы пришли не для этого. Мы находимся здесь, чтобы учиться урокам любви, сострадания, доброты, понимания, благожелательности, неосуждения, мягкосердечности. Самоубийства бывают разные. Я думаю, что самоубийство 95-летнего человека с тяжелой, постоянной и острой болью, которую нельзя облегчить, отличается от самоубийства человека, которому, возможно, 30 лет, и который здоров, но угодил в постыдный скандал, или был сильно оскорблен, унижен и тому подобное. Такие поступки неравнозначны. Во втором случае, при здоровом теле будет куда больше сложных последствий, или, как говорят, кармы. Я также убежден, что если самоубийство совершается в состоянии психического расстройства, а как психиатр я встречался с этим неоднократно, у такого поступка, опять же, не настолько серьезные последствия. Потому что порой именно психическое расстройство приводит к суициду. Как бы там ни было, этим нельзя повредить самой сути души. И после содеянного душа вновь вернется на земной план, чтобы вновь встретить эти и новые уроки. Я обнаружил, что есть нечто общее среди самоубийств в том, что после этого душа быстрее возвращается на земной план. Это похоже и на то, что происходит с душами умерших детей. Их души стремятся вернуться побыстрее. Ведь есть много уроков для изучения и развития. Поэтому, если человек совершает самоубийство на другой стороне, он может осознать, «Ой, а это не есть решение проблемы, я должен был остаться, работать над этим, сделать другой выбор». И эти души возвращаются назад. И очень часто они встречаются с подобными обстоятельствами, какие до этого привели их к решению покончить с жизнью. Так что им придется найти другой способ справиться с проблемой без причинения вреда своему физическому телу. Физическое тело – это дар для нас. Именно здесь, на Земле, в своих физических телах, мы можем переживать отношения, встречаться с родственными душами, ощутить также боль, потерю, разлуку, болезнь и умирание. Это огромная возможность для развития и роста души. Было бы неверным оставлять тела раньше срока, если у нас есть такой выбор. А так вам все равно придется опять вернуться сюда. Но главный принцип – саму душу невозможно убить или нанести ей вред. Она просто возвращается в разные состояния. Потом она воплотится в новом теле и получит похожие с предыдущими уроки. Когда вы усвоите эти уроки, вы перейдете к освоению других. Затем, в конце концов, вы придете на земной план уже добровольно, чтобы помогать здесь другим душам. Я получил еще много других вопросов, и спасибо вам, что вы их присылаете. Тут есть вопросы о параллельных измерениях и параллельных вселенных, и о многом другом, о чем мы поговорим в следующий раз. А на этот раз я прощаюсь с вами и до новых встреч. Большое вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok